Радио Звезда Глава 28. Самый неожиданный немец Мертвый согревает живых, сказал немецкий майор, опять самому себе и опять по-русски. И стал обходить новобранцев, внимательно разглядывая их. Из всего военного обмундирования у них были только шинели, да и то не по-русски. Явно выданы им спешки. То слишком короткие, то слишком длинные, то сидящие как-то балахонисто, то жмущие подмышками, кругу затопорщившиеся. Сапоги были в основном не армейские. Попадались, кроме кирзовых, брезенты, резины, охотничьи, бахины и даже валенки с галошинами. Хотя надевать их было еще рановато. А на одном курнопиле с испуганно вытаращенными глазами были сандалеты с дырочками, хотя это было уже познавательненько. На головах не было ушанок с красными звездочками, а только разномастные кроличьи ушанки, косматые волчьи малахай, чуть шпанисто заломленные кипара, лыжные вязаные шапки. Это были семнадцати-восемнадцатилетние деревенские, еще ни разу, наверное, не брившиеся, не стриженные по-солдатски деревенские парни, то с беспорядочными чубами, то с есенинскими льняными кудряшками, растерянные, не понимающие, как им себя вести, что делать, и пришел ли их смертный час, или авось пронесет. Да, это еще не солдаты, это еще, как вы сказали, зерно, сказал немецкий офицер. Но это зерно опасный, это зерно может стать солдатами или партизанами. Мне очень жаль, но я не могу их отпустить, как вы фольклорно выразились, на все четыре стороны. Четырех сторон больше нет. Война все упрощает, и сейчас только два сторона, вы и мы. Так что придется этих молодых отправить в наш немецкий сусек, то есть в лагерь. Вам, советским людям, не надо объяснять, что означает это слово, хотя оно по происхождению немецкое. Но в лагере для военнопленных все-таки больший шанс быть жив, чем на фронте. Постройцам! Радуйтесь, что живы! Или, как у вас говорят, шагом, марш! Что-то новобранцам оставалось сделать. Одели шинель, построились. А вот радоваться не получалось. Побрели понуро сопровождаемые фельдфебелем и конвойными автоматчиками. Наш майор дернулся было за ними, но немецкий офицер остановил его знаком. К вам это не относится. Он обратился далее к беженцам. Все штатские свободны. Беженцы, хватая свой немудреный скарб, бросились к дверям. Только погорелка сгребла своих трех детишек. Но затем остановилась на мгновение у двери, нашла взглядом нашего майора и бесслезными, измученными глазами попрощалась с ним. Немецкий офицер крикнул догонку беженцам. Возвращаться на хаузе, а не бежать в Москву. Скоро и мы там будем. И вдруг Лора зло крикнула прямо ему в лицо. Это еще бабушка надвое сказала. Какая бабушка, не понял немецкий офицер. Русская. Гордо вскинула голову Лора. Но так, как будто сама была внучкой этой бабушки. Тебе сколько лет? Поинтересовался немецкий офицер с любопытством, глядя на нее. Двенадцать. Да, ты тоже опасный, кляйный зернышко. Но любопытная. Надо мне с тобой, твой друг, побеседовать. И с вами, геррор майор, как офицер с офицером. Тем более, что мы оба в одном звании. Вы никогда, кстати, не были в доме, музее Льва Толстого. Глава двадцать девятая. Коктейль-холл на улице Горького. Я никогда раньше не видел таких красивых ботинок, как эти. Они были из кожи сочного темно-бордового цвета, как у поздних владимирских вишн. Шнурки были золотисто-переливчатые, а подошвы из рубчатого белоснежного каучука. Нога была закинута на ногу в задравшейся довольно высоко яркой, изумрудной брючине узкой, как у стеляк. А носок на ноге был не какой-нибудь москвошвеевский, старческий морщинистый, скатывающийся калачиком, а плотно облегающий ногу, эластичный и, к тому же, бесконечно длинный, чуть ли не до колена. Такие носки носили лишь избранные стеляги из узкого привыкрованного круга, в то время как стеляги среднего пошиба вынуждены были пользоваться советские уродливые резиновые подтяжки для носков на металлических застежках, пережимающих кровообращение на играх. Пиджак обладателя этих ботинок был из настоящей верблюжьей шерсти, напоминавшей цветом и мягкостью азиатские барханы, в знаменитый московский коктейль-холл, в этот единственный кусочек Америки. В советском исполнении я, наконец, попал, отстояв часа четыре в очереди на углу проезда МХАТа и улицы Горького, прозванной стелягами Продвеем. В ходу тогда была одомашненная фраза «Прошибраемся к обраду». Переминаясь с ноги на ногу очереди, я был свидетелем того, как этот самый человек приехал на длиннющем форде с дипломатическим номером, начинающимся с горделивой американской единицы, с откинутым верхом и двумя красными фарами на крылатом багажнике, похожим на зад макаки. Все головы в очереди повернулись в сторону автомобиля, как подсолнух и к солнцу, в обустренном темпе научно-популярного фильма. Из форда вылез американец в этих самых ошеломляющих яшневых ботинках, отчего сразу же померкли ботинки нескольких самостроковых стеляк, сварганенные армянскими нелегальными частными сапожниками, но добившимися лишь слабочерешнего цвета кожи и употреблявшими какие-то сомнительные заменители каучука, но имеющего свойство отсыхать и неожиданно отваливаться. Помимо ботинок, самым главным при гиде американца был галстук. Галстук был гигантский, и хотя узел был достаточно узенький, расширялся к низу и заканчивался широкой и струугольной лопатой, а длина была такая, что, не спадая ниже пояса, он прикрывал почти всю шерингу. Галстук был заслепительного золотистого шелка, расписанного настоящими масляными красками, и являлся наверняка единственным произведением абстрактной живописи, безнаказанно выставленного в СССР на всеобщее обозрение. Вся остальная подобная живопись, как недостойная нашего народа, была заботливо изолирована от него в запасниках музея, чтобы он, не дай бог, не увидел ничего непонятного власти, ибо непонятное кажется ей самым опасным. Небольшая голова американца несколько не соответствовала размеру галстука и выглядела довольно скромно черепашистой. Для таких покатых, слегка увеличенных кроем пиджака, приспущенных плеч. Лицо было загорелым до красна, головного убора не было, и чуть подбриолинины, редкие, натуральные, рыжие волосики, кудрявые, или, может быть, слегка подзавитые, держались друг друга, соблюдая пробор, как у знаменитой голливудской звезды Герри Гранта, чьи волосы даже не колыхнулись, когда почти задевая их во всемирно знаменитом кадре над самой-самой его прической, «Однажды пролетел самолет». Американец, видя такое количество провинциально таращившихся на него у коктейль-коллы глаз, дружелюбно сузил свои маленькие, но весьма живые голубенькие глазки супермена из страны небоскребов, улыбнулся всеми зубами, слишком белыми, чтобы быть настоящими, и помахал ручкой, как кинозвезда поклонникам, направившись прямо к дверям коктейль-колла. «Товарищ, постойте!» – остановил его запыхавшись и невесть, откуда возникший милиционер. «Я вас попрошу закрыть крышу автомашины, а то не ровен час кто-нибудь чего-нибудь слямзит, а я потом отвечаю». Неожиданно американец ответил на почти русском «Спасибо за товарищ». «Зачем закрыть, если все вокруг товарища? Я верю в русский народ». И проследовал к дверям, которые уже услужливо распахнул швейцар. «Добрый вечер, дядь Федь!» – по-свойски сказал американец. «Гюд ивнинг!» – Бойко ответил на почти английском «Швейцар в золотых голумах» и с окладистой бородой купцов из пьес Островского. Было заметно, что это американец здесь завсегдатый. Вслед за ним являлись и отечественные завсегдатые, которые не удосужились замечать очередь, словно ее и не существовало. Перед этими избранными дядь Федь гостеприимно распахивал двери, величественно делая вид, что не замечал, как ему всовывали деньги в карман, откуда приглашающим краешком уже торчало полу лица лысенького вождя мировой революции, сосложенной вдвое десятки реформы 1947 года. А питомец архитектуры в своем институте на рождественнике тогда только еще набрасывал свои первые студенческие эскизы, совсем не похожие на коровники в Амуре, еще не написал стихи. «Я не знаю, как это сделать, но прошу вас, товарищ ЦК, вы снимите Ленина с денег». Так цена его высока, что случилось лишь почти через полвека, да и по другой причине, которую тогда представить было невозможно. Когда очередь в коктейль-холл дошла и до меня, дядь Федь вовсе не проявил гостеприимство и вежливо, но подозрительно спросил. «А вы что, в одиночестве, молодой человек?» Побаиваясь вопроса о возрасте, что было моим слабым местом, я с показной беспечностью ответил. А вы знаете, один поэт написал так «Я в толпе, как медведь среди резин, в одиночестве я не один». У меня уже был опыт, что если с людьми неожиданно заговариваешь стихами, это их сразу сбивает с толку, и они не знают, как себя вести с собой, то ли как с чокнутым, то ли как с избранником небес, хотя в глазах большинства человечества, это одно и то же. Но случилось нечто. Ошеломивший меня дядь Федь преобразился, почувствовав себя в своей тарелке. Ну, этот поэт, конечно, ты. И незамедлительно продолжил диалог, тоже в рифму. Да ты, гляжу, я рифмовать мастак, а я швейцарствую, как царствую. Вот так. Затем нехотя перешел на прозу. А не слишком ли вы молодой, молодой человек? Вы чем занимаетесь-то, кроме стихов? Работаю. Кем? Поэтом. Так разве-то работа, удивился он, отжудовольствие, и резюмировал опять-таки в рифму. Если у поэта нету слуха, все равно его стихи пир духа. Дядь Федь, неприличное слово в конце получается. Улыбнулся я, уже не боясь его, как все-таки оказалось родного человечка. Он вдумался, уразумел, почесал затылок. Ух ты, у тебя-то слух есть, ничего не скажешь. Спас дядь Федю от посмешища. И все-таки служебно насупился. Ну, а удостоверение-то у тебя какое-то все-таки есть? Я протянул ему, видимо, уникальное на всей территории СССР удостоверение, что действительно работаем поэтом. Оно было заботливо, выдано моим прокровителем с армянскими глазами на бланке газеты «Советский спорт». Он знал, что я был исключен из школы, а без «гумашки», как он выражался, прожит тогда, в сталинское время было хлопотным. Дядь Федь вернул мне удостоверение, продолжая смотреть на меня с чуть недоверчивостью. Это была недоверчивость соперника, однако уже с несколько удивленной уважительностью. И он впустил меня, закрыв дверь изнутри и подвел к стойке бара, где работали две барнши, одна постарше, другая помоложе. Я их особенно не разглядывал тогда, ища глазами того американца и, наконец, нашел. Присмотрите-ка за молодым человеком, девочки. Даже справку показал, что поэтом работает, сказал дядь Федь. Он первый раз здесь, только очень крепко было, не давайте. Наша сорокорадостная стольких поэтов на Руси сгубила. Только ли она, хмыкнул, оказавшийся моим соседом за стойкой, Человек со смертельно усталыми, но добрыми глазами, Глядящими поверх сломанных очков, Кособоко держащихся лишь на одной дужке, В съехавшем набок галстуке бабочки, И слегка больше, чем слегка под шофе. Милости прошу, к американскому шалашу. У него было эпизодное, очень известное лицо неизвестного актера, Примелькавшееся еще с моего детства На штопанных, перештопанных экранах, В военных кинозборниках, Делавшихся в Ташкенте. Неловко взгромоздясь на вращающийся стул, Я продолжала из-под вольне отрывно наблюдать за тем американцем, Сидя за стойкой бары в первый раз в жизни, Пробуя порекомендованный мне старший из барменш, Не очень крепкий, а очень вкусный коктейль, С успокоительным названием «Дружеский», И не через пластмассовую, а через самую настоящую соломенную соломинку Тянул я этот коктейль. И вдруг я сообразил, почему я так долго стоял в очереди. Вокруг стола, где сидел американец, Тоже потягивая что-то, но только без соломинки, И покуривая неизвестные мне сигареты с верблюдом на пачке, Был вакуум из четырёх полностью пустовавших столов. Никаких надписей зарезервированных на этих четырёх столах не было, И никто не запрещал там садиться. Но никто и не приближался к этим столам, Как будто они были очерчены невидимым, Но всеми ощущаемым меловым кругом опасностей. Будучи уже явно под шофе, Мой сосед тем не менее беспорядочно глотал маленькие рюмки, Но с жидкостью, видимо, чудовищной крепости, Как я догадался, наблюдая рукотворное создание этого коктейля, Где единственным безопасным ингредиентом был яичный желток. Коктейль назывался «Маяк» И имел большой успех среди других, Тоже, судя по всему, актёров, Вваливавшихся сюда после только что окончившихся, видимо, спектаклей Или киносъёмок, и по-небратски обнимавшихся друг с другом, Включая и моего соседа. Но мне было не до их узнавания. Всё моё внимание было поглощено американцем, И не совсем для меня понятной вокруг него пустотой. Скажите, а почему вокруг этого американца никто не садится, Ни за один из четырёх пустых столов? Спросил я у соседа по стойке. Он усмехнулся и ответил, Заплетаясь не слушающимся языком, Туда не садятся, Потому что за это потом сажают. Понял. А ты кто, отрог? В случае мне, Павлик Морозов? Нет, я бы не предал своего папу. Я поэт. Ух ты! Не слабо. Поэт. Это же всё равно, что сказать про самого себя «Я хороший человек». А ты что, правда хороший? У меня есть недостатки, Гордо сказал я, Но я не предатель. Ну ладно, поверю. Дай пять раз ты такой. Только о таких вещах надо потише. Ты ведь кино любишь, правильно? Правильно, Подтвердил я. А какое кино? Шапаев. Два бойца. У стен малопаги. Похититель и велосипедов. Ух ты! А ты, мальчик, знаешь, кто такая Тата Куневская? Знаю. Она была любовницей батьки Махнова Александре Пархоменко. Не ударил я лицом в грязь. Правильно? Но она всё-таки была в роли любовницы Махно, А не его любовницей. И он хохоча потребовал ещё один маяк. А то и я после одного исторического фильма Осмелюсь хвастаться, что был любовником самой Екатерины Великой. Да это всё роли, отрок, роли. Иногда я сам забываю, кто я. Видишь, вон там в уголке Петти Олейников сидит, Который анархиста в том фильме гениально сыграл. Помнишь? Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный, Пошёл на станцию гулять. Помнишь его? Ну, как же можно забыть? Не для того, чтобы поддакнуть, А с чистой совестью, сказал я, Восторженно глядя на одного из моих кумиров, Правда, сильно полыщевшего, А заодно и понурившегося с той поры, Как он пел в роли лукаво-обаятельного Донецкого шахтёра Вани Курского. Спят курганы тёмные, Солнцем опалённые, Или в роли красного конника В Зарихватске заломленной папахи. Ты ждёшь, Лизавета, От друга привета. А ты помнишь, за что над этим народным любимцем Тот же так называемый любящий народ издевался, Помнил, за роль Пушкина в фильме «Глинка». Правильно, когда была премьера фильма «Глинка», И Петя Олейников предстал на экране В сцене дворянского бала во фраке, Поигрывая белыми перчатками, Вся шобла в зале загоготала. «Да это ж наш Ванька Курский, Да куда он с его цуконным рылом В калашный ряд?» Петь после этого так запил, бедолага. А ведь Петя же был самым лучшим Пушкиным Из всех Пушкин, Потому что такого шарма Ни у кого, наверное, не было. Да после своего Александра Сергеевича, Кроме Пети. Правильно? Правильно, Искренне ответил я. Мне когда-то понравилось Исполнение Олейниковым Роли Пушкина, Как будто я Первый раз увидел поэта живым. А еще мне понравилось Исполнение моим соседам По стойке бара. Слово правильно В энергичном сокращении. Правильно. С тех пор я только так И стал произносить, И до сих пор так произношу. Мой развоспоминавшийся сосед Продолжал все грустнее и грустнее, А история Таты Акуневской Была еще печальнее. Она ведь была тоже Всенародной, знаменитой. Ты знаешь, где сейчас Тата? Не знаю. Она там, куда нам с тобой Лучше не попадать, мальчик. Но никто в ее защиту, Несмотря на всенародную любовь, И не пикнул. Ничего нет более ненадежного, Чем любовь, отрок. Особенно всенародная. И его качнуло в сторону От еще одного маяка. И мне пришлось поддержать его. Но он не мог остановить свой рассказ И продолжал хриплым шепотом. Однажды на каком-то приеме В югославском посольстве И его садили за стол Рядом с самим маршалом Тита. А он оказался ее поклонником. Ну и пошло-поехало. Быть в роли любовницы в кино На экране было безопаснее, Чем любовью Тита в жизни. И тут он совсем-совсем понизил голос. Был-то друг. А вот друг. Словом, как в частушечке. Чей шпион стал маршал Тита Может, с Марса шито-крыто. И где теперь она, наша таточка? А тут, пиши, пропала еще опасней. Настоящий американец. Поэтому и присесть рядом боятся. Ты знаешь, какое у людей Самое сильное чувство? Любовь, ответил я. А если бы любовь? Вдруг почти закричал он. Почему-то ни к селу, ни к городу Снова хохоча. Но смех его сам собой превратился. В размазываемые по щекам слезы. Вместе с желтком от очередного маяка. И, наконец, уронил почти беззвучное, Бессильное. Если бы любовь опустил голову, Глядя уже в пустую рюмку, Прячу от меня самопрезирающие глаза, И уже без всякого шутовства сказал, Кажется, совершенно протрезвев, Самое сильное чувство на свете Это страх, мой мальчик. Он схватил меня за руку, И ликорадочно продолжал. Страх основан на инстинкте самосохранения. И благодаря ему человечество и выжило. Этот инстинкт может быть и ложным, Потому что люди себя спасают порой любой ценой, Физически предавая других. А иногда ведь приходится спасать Не собственную шкуру, А собственных детей. Собственную жену, Собственного брата. Ну и самого себя. А вокруг тебя тогда Все родственники твои становятся Вроде заложников твоего страха. И если не предашь одних, То предашь так или иначе других, И выхода не будет, Чтоб не стать предателем. Не швыряйся словами, Что ты не предатель. Это легко сказать. А ведь иногда не стать предателем Просто невозможно. Но ты все-таки держись, отрак, Раз уж ты хочешь быть поэтом. Постой. Ты же мне ничего не прочел своего. Так не полагается. Ну, сразу. Первое, что в голову придет, Ну, хотя бы четыре строки. Да у меня все стихи длинные. Нет, длинных не надо. Мне еще в мой Ромоловский театр Надо бежать. У меня в третьем действии эпизод. Ну, он неуклюже слез со стула, Торпливо рассчитываясь, Мятыми потертыми рублями роняя их на пол, Вместе со сломанными очками поднимая, Опять роняя, ну, настаивая, Ну, что ж ты, Как воды в рот набрал. Ах ты, боже мой, Ну, что оставалось мне делать? А раннее можно? У тебя уже есть раннее отрок. Ну, давай. Только теперь лишь на ходу, А то я опоздаю. Он схватил меня за рукав И поволок к выходу. Я и сам, Задыхаясь от его задыхания, Пропулеметил на ходу. Мне мало всех щедрости мира, Мне мало и ночи, и дня. Меня ненасытность вскормила И жажда вспоила меня. Мне в жадности не с кем сравниться. И всюду опять и опять Хочу я всем девушкам сниться. Всех женщин хочу целовать. Он даже запнулся от моих стихов Уже у дверей Под самым носом дяди Феди, Потому что, очевидно, Не ждал ничего похожего. Ух ты! Какая в тебе жаждища жизни! Но тут же, спохватившись, Бросил взгляд на часы, Роняя на пол опять очки Через весь зал, Крикнул в сторону бара. Берегите этого отрока, девочки, В нем искрит! Ох, как искрит! Лишь бы не сжег себя сам И стремительно выскочил в столицу Опрометим часть к своему эпизоду В Ермолаевском театре. Ну что, раз тебе так искрит, Пожарную машину вызывать, что ли? Чуть с завистью пошутил дядь Федь. Я поднял уроненные этим человеком Очки с одной дужкой с пола, Передал дядь Феде И вернулся за стойку, Продолжая наблюдать за американцем, Бывшим полной противоположности Измученному самим собой Эпизодному актеру. Американец был Самодовольный игрунчиком. Он наслаждался страхом окружающих. Он не беспокоился за свой форт, Оставленный с откинутым верхом На улице Горького, Потому что в те годы Никто бы не рискнул Украсть посольский форт Или что-то из него. Только не стоит это превозносить Как честность всех времен и народов. Это был страх, А страх нельзя принимать за честность. Американец наслаждался тем, Что все боялись пересечь Невидимую границу Заминированного опасностью квадрата, В коем находились Четыре пустых стола. Уходя, Американец оставил на столе Зажигалку В виде крошечной статуи свободы, Невыкуренную пачку сигарет с верблюдом, Несколько глянцевых Иллюстрированных журналов По-английски Визитную карточку. Не думаю и сейчас, Что это был способ вербовки. Слишком глупо и грубо. Скорее всего, Это был забавлявшая его игра В провокацию страх. Он явно получал от этого удовольствие. А мне вот это не понравилось, Как не нравилось в детстве, Когда мальчишки где-то на тротуаре Подбрасывали пустой кошелек На низочке, Чтобы издевнуться потом над кем-нибудь. Американец все-таки выиграл игру на страх, Ибо к столу никто До закрытия коктейля Холла Не притронулся. Хотя все, что он оставил, Лежало на видном месте, Даже официанты не убрали. Мало того, Хотя очередь после полуночи выросла, Никто не сел Не только за тот стол, Но и за все другие Четыре пустых стола, Стоящих вокруг. За то, когда не очень понравившийся мне Объект моего любопытства ушел, И я гляделся вокруг. Мне целиком и полностью Понравился другой человек. Этот человек была женщина, Которую я, как следует, Не разглядел сначала. Это была одна из двух барменш. Она была значительно старше меня И вела себя со многими посетителями, Как со старыми друзьями. У нее были черные рогатовые глаза, Такие блестящие, Как будто их только что Выкатил прилив Из черного моря. И такая же черная, Крученая башня прически. Барменша мне кого-то напоминала, В ней было одновременно Отсутствие высокомерия, И в то же время Врожденная величавость. И видя, что я вглядываю Своё лицо, Она сама спросила, «Я тебе кого-то напоминаю, Мальчик?» «Да», — сказал я, И только в этот момент понял кого, И выпалил. «Гаспажу де Морель Во французских иллюстрациях К довоенному зелёному Полному мапасану!» «Ну уж ты-то совсем не похож На Джорджа Дюруа!» Засмеялась она, И я понял, Что с ней можно дружить, Особенно, когда она потом добавила, «Но моё самое любимое, Мой пацан, Это всё-таки, пожалуй, Жизнь». После дружбы с Лорой Мне не могли нравиться женщины, Которые не любили книг И не умели о них разговаривать. Мы читали главы из романа Евгения Евтушенко «Берингов тоннель». Ваши любимые книги Каждый день в эфире Радио Звезда И на нашем канале в YouTube Подписывайтесь, чтобы слушать.